Выходить гостям сегодня никто не спешит, боятся повестки. Хоть рейд и профилактический, сотрудники местной администрации информируют граждан о важности осенней призывной кампании. Если дверь все же открывают, то, как правило, на пороге дома их встречают не те, кто должен служить. Та же ситуация и у следующего адресата. Руслан Бекбузаров, отец призывника, говорит, что сын работает за пределами Ингушетии, поэтому и не отмечается в военном комиссариате. Если же найти и вручить повестку призывнику не получается, то эта работа уже переходит к сотрудникам правоохранительных органов. А они, в свою очередь, установят данные гражданина, а его работодатели – с помощью налоговой службы. Так что скрываться, как говорят сотрудники администрации, смысла нет. Многие ссылаются на то, что их могут там перебросить в горячие точки для принятия участия в специальной военной операции на территории Украины и так далее. С привлечением общественности, с привлечением старейшин и правоохранительных органов, с участием нашего военного учетного стола, проводим разъяснительную работу, что данные граждане, которые проживаются на срочную военную службу, в этом нас и руководитель субъекта Махмут Алимак Шеребрич заверил, что они будут перебрасываться. Также есть официальное обращение и министр обороны Российской Федерации, что граждане, призываясь на срочную службу, он не будет принимать участие в специальной военной операции. Всего на воинском учете «Карабулака» состоят свыше 800 человек призывного возраста, 125 из которых не проживает по фактическому месту проживания. Администрация всячески сверяет данные с военным комиссариатом, чтобы составить более актуальный список призывников. Те граждане, которые сегодня являются призывниками призывного возраста, многие имеют отсрочку по учебе, по состоянию здоровья или же по семейным обстоятельствам. Данные граждане тоже уклоняются от призыва. Им было бы намного лучше и удобнее, и для нас было бы меньше работы и меньше вопросов по их установлению местонахождения, по работе, если бы они сами явились бы в военные комиссариаты и предоставили тот пакет документов, который им предоставляет право на отсрочку. Завершится кампания в конце декабря этого года. В 2022-м в рамках осеннего призыва будет призвано меньше, чем в прошлом году. В общем, 120 тысяч человек. Хава Гайзикова, Хамазат Халукоев, Новости 24.